Знак «Уступи дорогу». Следующий знак «Движение только прямо, одностороннее движение». По правилам на велосипеде по проезжей части можно ездить с 14 лет. У участников игры еще есть время подтянуть знания правил дорожного движения. Начальный уровень знаний у детей удовлетворительный, но эти знания необходимо систематически закреплять, то есть и проводить такого рода занятия. У детей вырабатываются уже навыки, и они автоматически уже могут использовать эти навыки на уличной дорожной сети нашего города. Иногда просто знать мало. Правилами дорожного движения нужно уметь, а главное – хотеть пользоваться. Ивану 12 лет. На улице он пока только пешеход. Признается, что иногда появляется соблазн нарушить, но сразу на помощь приходят рассудительность и здравый смысл. Просто нельзя переходить. Я просто пытаюсь себя раздержать от этого. Думаю, что все будет плохо, если я перейду. Не по правилам что-то сделаю. Весь инвентарь – собственность школы. Занятия базируются на конкурсе «Безопасное колесо». Фигурное вождение, езда по правилам, творческие номера. Здесь есть отдельный оборудованный класс для занятий правилами дорожного движения. Вместе с тем первые уроки, которые закладывают основы поведения на дороге, преподают родители. Личным примером, ежедневно, когда переходят через дорогу, это нужно объяснять всегда уже на месте, по факту, так сказать. Соблюдая и за рулем правила дорожного движения, и будучи пешеходами. Основная задача подобных занятий – профилактика детского травматизма. Такая наклейка отражает свет и делает ребенка более заметным на дороге в сумерках. Их рекомендуют размещать, например, на школьном портфеле. Но любые принятые меры не отменяют главной родительской обязанности – следить за детьми и не допускать потенциально опасных ситуаций.